Друзья, всем привет! Сегодня говорим про набор, опять 18+, но на этот раз по рождественской теме, домик эльфов, который многие ждали. Описание было прикольное. Ну так вот, сегодня мы поговорим про этот комплект, домик эльфов, в котором 1197 деталей, стоит такой 100 долларов. Ну, средняя цена для таких комплектов, вы помните, в серии были еще и рождественский рынок, и мастерская Санта Клауса, и пряничный домик. Причем у меня некоторые комплекты в коллекции есть, например, мастерская и рынок. Что ж, давайте начинать. Коробка, оформление, все очень красивое. Мне понравилось, как они обновили эту тему, и то, как все подписано, и вот эти снежинки, и тем не менее, вот этот весь пафосный черный цвет на коробке. Все довольно здорово. Ну и даже размеры набора показали, что он будет 22 на, внимание, 22 сантиметра. Общий план, что вообще будет у нас в наборе? Упряжка с рождественским оленем. Это интересно, это неплохо за счет оленя, у кого нет в коллекции, тем прикольно. Также к оленю подцепляется упряжка, типа очень маленькая, похожая на ту самую Санта Клауса. И тут золотые элементы неплохие, в принципе, она простенькая. Дальше рождественская ель, украшенная, красивая. Знаете, да, они и часто довольно в Лего встречаются, но это одна из таких крупных, я бы сказал. Есть совсем маленькие, а эта, ну, она выглядит достаточно, мне кажется, опрятно и интересно. Правда, звезда слишком большая. Также здесь есть подарки какие-то. Это либо корабль, либо вот самолетик. Они должны находиться под елкой. Ну и есть компьютер на специальном столике. Набор создавал новый достаточно дизайнер в Лего, который раньше делал много самоделок с этими компьютерами. Они были очень классными. Мне понравилось, как подошли к вот этой рекламной кампании, связанной с фотографиями наборов. Вы знаете, задача найти интерьер, сфотографировать все стильно, красиво, показать детали и так далее. Здесь именно такой зимний интерьер, какое-то шале, деревянный столик, сзади елка украшенная. Также какие-то деревянные еще вырезанные елки. Ну и, в общем-то, это очень симпатично, как мне кажется. Супер, мне нравится эта тема. Но сейчас давайте сфокусируемся на главном, это на самом комплекте. Сам комплект это домик. Домик не очень большой. Здесь упор, я так полагаю, на детализацию. Он сделан в стиле каких-то горных шалей. Это небольшой этаж и далее все, что идет, это огромная треугольная крыша. Не знаю, вообще в жизни это не очень удобно, потому что вы живете и над вами такая скошенная история. Здесь же это создает дополнительный уют, дополнительную атмосферность, как мне кажется. Ну и говоря про фасад дома, мне нравятся огоньки. Мне нравится то, как здесь выглядит дверь, а-ля хоббитских нор. В общем, внешне мне моделька кажется симпатичной. Но, ну совсем вы понимаете, не масштабный. То есть даже, мне кажется, тот же пряничный домик, он выглядел как-то побольше. Здесь же, да, уютно, да, здорово. Но набор как бы не дешевый, а какой-то эффектности в плане габаритов здесь я не вижу. Предлагаю заглянуть внутрь. Так, первый этаж. Можно отметить справа различные, ну, приспособления для упаковки подарков. Различные, это я про ножницы одни. Также есть и, ну, небольшой столик с чайником. Слева стол и два стула. В самой левой части, где как раз у нас огромный дымоход, тут что-то типа огромной такой печи, где готовят сладости, где стоит сковорода. Да, кстати, здорово, достаточно ее сюда вместили. Хочется также отметить, что вся эта конструкция подвижна слегка. Ну и также, что носок наверху, как такой символ, ну, Рождества. Дальше, та часть, где треугольная крыша самая большая. Здесь давайте оценим, как все это выглядит. Это зона отдыха. Эльфы достаточно простые. Самые такие каноничные, классические. Не знаю, где будет спать четвертый. Кровати здесь три. Также хочется отметить, как они прикольным образом расположены по вертикали. Как на третью, кто будет залезать, непонятно. Слева можно отметить комод. Справа, да, как я вижу, здесь двери нет, поэтому вылезать на балкон придется через окно. Но тем не менее. Да, также есть кадр, на котором вы видите, как эльф снизу будет других, и вот они все падают. Очень забавно, что ли, не знаю. Да, наверху над кроватями можно увидеть календарь. Также, ну, здесь есть часы, естественно, телескоп. Мне понравились по бокам, как выполнены карнизы, там где окна. Ну и опять же, та цветовая гамма, в которой все это выполнено, прямо веет чем-то зимним, праздничным и так далее. Неплохой комплект. Неплохой. Не самый лучший точно в этой серии. Пряничный домик мне как-то все-таки чуть больше нравился. Пишите, что думаете по поводу сета, хотите ли обзор на канале, поддерживайте, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.